Весна в районе Пельтуна-Стокского участка на северо-востоке Сахалина. Летнего места обитания серых китов северо-тихоокеанской популяции. Последний снег тает в первые теплые дни в начале июня. Оленеводы со стадами оленей идут на север. Богатую питательными веществами воду течением из Пельтунского залива выносит на прибрежное мелководье. На песчаных косах и приливных отмелях обитает множество морских птиц и ластоногих. В период туманного лета и ранней осенью профессиональные фотографы делают тысячи снимков с высоким разрешением, для того чтобы ученые могли различать китов по их индивидуальным признакам. Начиная с 2016 года, фотографы в своей работе используют дистанционно управляемые, беспилотные летательные аппараты, для того чтобы можно было наблюдать за китами с самого близкого расстояния, не тревожа их при этом. Специально обученная и подготовленная группа специалистов способны запустить такого дрона в считанные минуты. Дроны использовались для успешной съемки китов и их поведения на максимальном расстоянии до 3 километров. Максимальная продолжительность полета дрона — 25 минут. Иногда при выполнении полета задействовали два аппарата. При этом один из дронов поднимался на значительную высоту и передавал информацию о местоположении различных китов, в то время как второй аппарат, летающий ближе к поверхности моря, мог их фотографировать и снимать на видео. Использование дронов позволило с большей точностью определить характер взаимоотношений между отдельными китами, в особенности при выявлении пар «Мать-детеныш». У устья залива Пельтун можно часто наблюдать небольшие скопления кормящихся молодых китов. Процесс перехода детенышей на самостоятельное кормление обычно заканчивается в сентябре. На прибрежном мелководье детеныши китов учатся кормиться бентосом в изобилии, обитающем на морском песчаном дне. Кроме определения пар «Мать-детеныш» и идентификации отдельных особей серых китов, дроны также собирают дополнительную информацию. Дроны, геолокация GPS и тайм-код могут быть источником ценной информации о районе Нагула и продолжительности периода кормления. Дроны позволяют получать огромное количество данных, не оказывая при этом воздействия на естественное поведение китов. И оказались крайне полезным инструментом при проведении работ по фотоидентификации животных в полевых условиях. КОНЕЦ КОНЕЦ